Всем привет, ребята! Я рада вас приветствовать на моем канале, и это видео я хочу посвятить небольшому отыгрышу моей династии вне стрима. А все потому, что в моей династии есть одно ответвление, которое всем очень нравится, а именно Хлоя и ее жених Аллан. Сейчас ребята проживают в Эвергрин Харбор и ожидают пополнения в семействе, и именно это я хотела бы сегодня с вами отыграть. И так как я уже сказала, мы сейчас находимся в Эвергрин Харбор, и сейчас четверг, ребята отдыхают, но нужно их уже будить, потому что у Хлои сегодня есть утренние пары. У нее по самочувствию так, нам надо вставать, как обычно, идти заниматься утренними делишками. Я ее сейчас отправлю, что по гигиене, наверное, нормально, лишний раз вымышь руки и не обязательно тебе купаться. А вот Аллана я разбужу, потому что у них, по-моему, вообще ничего толком, да, не осталось в холодильнике, и я бы его попросила приготовить завтрак для своей любимой беременной жены. Я нашла тост с сыром и беконом, как по мне, это очень вкусно, давай приготовим 4 порции, вот так, 4 бургера. В принципе, это несложно, я думаю, тост сделает каждый. И сейчас там Хлоя закончит, мы ее попросим вскипятить чайник и посмотрим вообще, что сегодня по планам. Утренние занятия, до которых осталось 2 часа, потом у нее будет в обед занятия и через 9 часов, то есть она освободится сегодня в полпятого. Ребята сегодня во второй половине дня после учебы Хлои отправятся на собрание клуба, какого я вам расскажу чуть позже, потому что я хочу привнести кое-какой интерес в отыгрыш этой беременности. Ну все, Аллан приготовил завтрак, сделал также кофе и зеленый чай. Себе сделал кофе, а Хлою, конечно же, чай, потому что ей уже вот-вот рожать, я на самом деле не знаю, насколько это полезно или вредно пить кофе для беременных. Так как мы не эксперты, поэтому будем пичкать ее чаем. Чай это польза. Дала им действие разговаривать, Хлоя похвасталась своими отметками и на этом они закончили. Наверное, это так вкусно, что не хочется разговаривать. Знаете, вот эта пословица, типа, когда я ем, я глух и нем. Кстати, Аллан работает фотографом, у него здесь высветилось желание сфотографировать. Я закреплю это желание и как раз-таки я хочу, чтобы он узнал про подработку. Сегодня мы должны с ним отправиться и чуть-чуть заработать денег. Я посмотрела варианты подработок и мне понравилось вот это за 2,5 тысячи. Как по мне, это очень хорошая оплата, поэтому мы возьмем... Что? 8800, извините. 8800, 53535, проще позвонить, чем у кого-то занимать. Извините. В сотрудничестве с законодателем стиля создайте идеальный снимок с новым интересным нарядом из коллекции следующего сезона. Вам представлена полная свобода творчества в выборе нарядов и модели. Да, мы берем. За 8800, конечно же, это вообще лучшее, что вы могли нам предложить, поэтому определенно покупаем. Хлоя никак не может допить свой чай, хотя у нее сейчас уже занятия начнутся. Да, она так и не успела. Ладно. Все, вставай, только единственное, давай переоденемся. И я надеюсь, ты переоденешься в более теплую одежду, потому что на улице прохладно. Нет, не переоденется. Ладно, я тебя поняла. Кстати, как вам зима в Evergreen? Да. Здесь периодически есть снег, но чаще всего его нет. Он просто тает очень быстро. Так, ну что, давайте по-быстренькому наведем порядок. Пускай Алан пропылесосит, домоет всю посуду. Вот это, я думаю, тоже нужно уже убирать. Потом поставь на место бутерброды. Здравствуйте, а что это такое случилось у нас? Так сильно хочется писать, что аж все действия скипнулись. Замечательно. Ладно, Шуруй, а это все-таки мы давай с тобой уберем, помоем и поставим на место бутерброды. Не отлынивай от работы, пожалуйста. Кстати, у Алана сегодня есть еще кое-какие свои коварные планы, которые нам нужно будет сделать. Но это мы уже после работы будем созваниваться. Господи, боже мой, что это такое? Можешь, пожалуйста, сразу прибрать и переоденься, поехали работать. Хлоя как раз приехала со своих утренних пар. Подожди, не возвращайся домой. Можешь тут подождать, сейчас Алан сам выйдет. Иди сюда, я сейчас хочу, чтобы он предложил ей поехать с ним на работу, чтобы они там потусили вместе, пока Алан будет фотографировать. Там есть прекрасная кофейня, где как раз таки Хлоя может сделать домашку по предмету, который только что закончился. И попить кофе, подождать мужа, ой, ну вернее, жениха, потому что в принципе там недолго все это будет делать длиться. Прекрасно, в Виллокрик есть снег, и это меня радует намного больше, чем в Эвергрин. Все-таки пока зима в сохранении, хочется ее чувствовать. Ну что ж, мы приехали в это офисное здание, где как раз таки Алан арендует студию. Давай мы его сюда отправим. А Хлою, как я уже сказала, пойдет, присядет, возьмет себе стаканчик кофе закажет и сделает домашку. Давай сперва сделаем домашнее задание, а потом уже если сама захочешь, что-нибудь себе закажешь. А я пойду поработаю с Аланом. Кстати, по заданию Алана тут сперва нужно поболтать с законодателем стиля, а это делается через компьютер. Я так уже посмотрела, здесь есть такой небольшой кабинетик, где имеется компьютер. Но как будто бы, я не знаю, я не имею права им пользоваться, тут еще и стулья так стоят специально, как будто чтобы ими нельзя было воспользоваться. Очень печально, ладно, дай тебе поправлю. Так, и пока Алан там разговаривает с законодателем стиля, мы попробуем все-таки попытать свое счастье и заказать себе напиток. Опять же, я не уверена, что ей можно пить кофе, поэтому давай возьмем зеленый чай. Двигаемся на чайном. Ребенок пинается в движение малыша. Боже, какие же прекрасные ему леты, я не могу, это так мило. О, ничего себе, вы прям лично кому-то выносите заказы. Как круто, у нее, кстати, тарелка к руке прилипла. А, это поднос, поднос, извините, да. Ну, как и предполагалось, нам заказ так и не сделали. Ну что ж, Сим, сыграем по твоим правилам. Шах и мат игра. У нас ездили он и чай, и Хлоя пришла поближе к своему любимому. Села здесь и пьет. Ну ладно, что ж, хорошо. И не спрашивайте, каким способом я достала этот чай. Каким надо, таким достала. Так, ну, Аллен сейчас закончит писать. И самое главное, мне не упустить момент, чтобы отправить Хлою на учебу. У нее занятие через 3 часа. В 13.30. Все, окей, я запомнила. Пойдешь потом смотреть, как твой друженек тут работает. Давай сядем. Аллен доделает переписку сейчас и вызовет, собственно, модель, я думаю, сразу же. Так, отлично. Законодатель нам сказал, что ему не терпится увидеть фотографии в современном модном стиле. Хорошо. Современный модный стиль. Я не знаю, что это могло значить. Нам написали, что нужно сфотографировать персонажа в повседневной одежде. Вообще, в принципе, не проблема. Я надеюсь, на этой студии все сработает. Если же нет, то у меня здесь есть запасная студия. Это уже не студия Алны. Это как бы для общего пользования. Но ты платишь просто денежку отдельную. А это прям вот он сам открыл. Ого, Мэтт Эдкинс пришел моделью работать. Прекрасно. Обожаю Эдкинсов просто везде в моей династии. Как ни крути. Давайте я проверю то, что у него повседневная одежда. Да, вроде как повседневная. Окей, что с меня дальше требуется? Сфотографировать персонажа на отметке. Мэтт, давай. Так прикольно, что у него такой лиловый свитер. И он так подходит под все это освещение. Прям гармоничный парень. Гармоничный. Вот тут что-то я мог взгрустнулась, но я оставлю этот кадр. Итак, наше задание выполнено. Супер. Осталось только встретиться с законодателем стиля. На панели отношений выберите персонажа, который является. И нажмите встретиться с законодателем. Ну давайте попробуем. Мы разговаривали с Мерседес вот этой. И здесь есть встретиться с законодателем. Супер. Отлично. Но она тогда приедет сюда. А мне бы хотелось с ней встретиться в какой-нибудь, может быть, закусочной, дайнерной. Чтобы мы как-то посидели, поболтали. И обсудили все вопросы. Здесь как раз прям на соседнем лоте есть вот такая вот закусочная небольшая. И по-моему у меня... А, здесь больше нет. Все, тогда поедем сюда, я думаю. И здесь с ней, собственно, встретимся. Сколько раз ты сменила одежду за эту серию? Да. У Аллы тут потрясающее желание. Он хочет разно поцеловать Хлою. Хорошо. Мы это все тоже запомним. Ну что, давайте попробуем. Я не знаю, можно ли это делать на общественном участке. Ну, допустим, встретиться с законодателем. Окей, давай ей позвоним. Придет она, не придет. И так, да. Это прям полноценное какое-то собрание. Нам нужно показать ей фотографии, обсудить модные блоги, сфотографировать законодателя. Ага, нам ее еще и фоткать нужно. Рассказать анекдот. Офигеть, тут целая куча заданий. Ладно, я надеюсь, она пришла. Где она есть-то? Вот, супер, вот она бежит. Давайте я ее добавлю в группу. А, она и так в группе. Все, отлично. Тогда мы можем заказать столик на троих. Логично? Логично. Давай попробуем заказать стол. Так, ну отлично, все срабатывает пока. Давайте попробуем рассказать для начала анекдот, потому что нам это необходимо сделать. А, надо вставать. Ладно, хорошо, обсуждать модные блоги. Вот, обсуждать модные блоги. Давайте начнем с беседы, а потом уже выберем, что нам заказать. Ну, разговор вроде клеится. Давайте Хлоя ей хотя бы представится. Попробую вежливо с ней познакомиться. Я думаю, что Аллен с Мерседес будут пить кофе, а для Хлои я закажу апельсиновый сок. Покушать я даже не знаю, на самом деле, что на таких встречах, наверное, не едят особо. Поэтому мы возьмем какой-нибудь пирог просто. Попробовать такой, знаете, десертик. Так, Хлоя через час должна идти на занятия. Надеюсь, она самостоятельно уйдет. А, теперь давайте попробуем сфотографировать так и рассказать анекдот. Ну, для этого уже, в принципе, можно встать. И мне надо самое главное показать фотографии. Ну-ка, давай. Итак, ваш вердикт. Что скажете? Я старался. Правда, каких-то девушек показывает, хотя мы фоткали парня. Отличные фотографии. Вы хорошо разбираетесь в стилях. Оу, супер, спасибо огромное. Далее мне нужно сфотографировать законодателя. Ну, давайте предложим ей это сделать, что ли. Может быть, сделать селфи, потому что другого я что-то не вижу. Хорош. Вот это я поняла кадр. Извините. Извините, как бы. А, в кадр оба попадем? О. Ну, в принципе, нормально, я считаю. Такие профессиональные кадры. Импимать, то ли она низкая, то ли я высокий. Что происходит? Ладно, лучше уже не будет. Оставляем. О, черт, это не засчиталось. Это просто как селфи со знаменитостью, видать. Давай попробуем тогда по-другому сфотографировать Мерседес. Вот, это мне уже больше нравится. Почему там Оу на заднем фоне торчит? Я не понимаю. Окей, она сама стесняется этого. Ладно, не стесняйся. Давай, пораскрепощенней, пожалуйста. Вот она, красотка, ну посмотрите. Вот, супер, нам все засчитали. Осталось рассказать ей анекдот. Ну, это вообще. Я мастак, рассказывать анекдот. Давай. Все супер, мы выполнили все задания. Что-то все, как бы, как бы все получается. Блин, где наш заказ? Хлоя не дождалась и отправляется в университет, к сожалению. Ладно, давай я попробую забрать пирог с собой как-нибудь в ланчбокс, что ли, тебе. Неловенько вышло, конечно. Эти рестораны работают через раз. У меня они вообще то работают, то не работают, то приносят еду, то не приносят. Ладно, сейчас посмотрим. О, супер, нам принесли заказ. И, о, смотрите, из-за того, что Хлоя ушла, ее заказа нет. Офигенно просто, блин. А я хотела ей забрать с собой хотя бы. Ну ладно. Аллен, садись, чего ты встал-то? Садись, она тебя не съест. Ладно, с горем пополам мы поели стоя. Давай попробуем закончить съесть и расплатиться. Так, и, наверное, нету действия попрощаться, поэтому я просто завершу вот так. И 13 тысяч? 13 тысяч? Откуда столько денег? Было же 8800, я же даже песенку пела. Короче, я не знаю, но, походу, он заключил какой-то крутой контракт. Итак, Аллен приехал домой, а Хлоя уехала на свое последнее на сегодня занятие, поэтому я хочу кое-что сделать с Алленом. Давайте я его домой пущу хотя бы. Итак, про некий сюрприз. У нас ПДР запланирован на последние дни зимы. То есть, это вот эти приблизительных 3 дня. Когда это все произойдет, мы пока не знаем. Поэтому я думаю, что Аллен сейчас позвонит родственникам и предупредит их о том, что, возможно, скоро поедем рожать и нужно будет как-то оформить подготовку к выписке, ну, какой-нибудь, знаете, сюрприз. Точнее как, это предложили родители, и они связываются по поводу этого непосредственно с Алленом. Поэтому нужно позвонить сейчас будет своей маме. То есть, да, у Аллана есть мама, ее зовут Филлис. Давайте мы с ней быстренько поболтаем, скажем, чтобы она была на готове. И нам необходимо будет также созвониться с Брианой, либо Диланом, потому что будут родители непосредственно Хлои. Также я бы, наверное, пригласила еще Криса и Аманду, потому что это брат Хлои, ее близкий, так скажем, родственник. Ну и Аманда, это дочка Криса. Я не знаю, но, наверное, всех позовем. Блин, на самом деле не очень хочется, чтобы тут была куча людей, потому что комнатки маленькие, тут на самом деле очень мало места, но помощь родственников просто необходима, потому что хочется, чтобы все было красиво, чтобы Хлою встретили с ребенком, знаете, как подобает. Со всей вот этой мишурой, шариками, украшениями, какие-то подарки подарили. Ну все красиво, короче. Аллан очень хочет это сделать, но так как он будет присутствовать на родах, вряд ли он успеет все это сделать сам. Поэтому ему нужна помощь родственников, собственно. Так, и Дилану давай тоже позвоним быстренько, и скажем, что все, там ключ возьмете у соседей. Если вдруг нас дома не будет, приходите со мной на связи, я там вам черкану, что, во сколько, когда. И, собственно, чтобы все было красиво. Что за картина такая потрясающая? Кто ее нарисовал? Аллан. Она так плохо стоит, да? Фиговая картина. Ладно, давайте ее оставим, чтобы лишний раз не лезли к Мольберту. Такой лайфхак. Итак, Аллан уже стоит, ждет свою ненаглядную, вызвал такси для того, чтобы отправиться на курсы молодых родителей. Поэтому давайте ждать сейчас, собственно. Вот она, Хлоя, пришла. Иди сюда, расскажи мне, как ты. С уверенностью сдаю домашнее здание. Супер, я тебя поздравляю. Малышка, ты просто лучшая. Стой, домой идти не обязательно. Стой, 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 стой. Все, вы готовы? Такие не могу. Ладно, давайте отправимся вместе с Хлоей. И добрались, ребята, собственно, до Сан-Мишуна. Именно здесь проходят курсы молодых родителей. Ну, или будущих родителей. Для кого как. Тут у нас есть три парочки. И бедная Элиза Панкейк. Почему-то Боб решил не приходить. Видимо, не знаю, он слишком занят для этих курсов. И отправил сюда одну Элизу. Это наш руководитель. Собственно, вот так вот выглядит этот центр. Ну, точнее как, он очень большой и огромный. Это такой частный госпиталь. И, собственно, вот здесь, вот на втором этаже, имеется вот такое помещение, где проходят данные курсы. И я предлагаю начать с вами сейчас что-нибудь здесь отыгрывать. Они пока галдят там, что-то разговаривают. Да, здесь должна быть дверь. Здесь могла бы быть ваша реклама. Но, к сожалению, мне пришлось ее убрать. Потому что это невозможно. Просто невозможно. Итак, что мы, собственно, будем делать? Ребята здесь уже не первый раз. Они проходят курсы, изучают потихонечку все вот это. Боже, как они громко разговаривают. Изучают навык воспитания, да, что и как нужно преподавать детям, как их воспитывать. И сейчас мы будем уже готовиться непосредственно к самим родам. Потому что у всех плюс-минус срок одинаковый. И скоро рожать. И мы вот здесь будем сейчас отрабатывать дыхательные практики. Да, все это делать со своими партнерами. Здесь также есть небольшой фуршет. Вот такой, где ребята могут перекусить. И позаниматься еще отдельно дыхательными практиками. То есть помедитировать, посидеть. То есть это больше для мамочек. Но на шарах именно мы будем сделать все парно. Давайте, наверное, потихонечку к этому всему делу приступать. На самом деле мне очень жалко Элизу. Потому что она просто сейчас делает дыхательные упражнения. Да, некую физкультуру на этом мече. А все остальные именно с партнерами занимаются. Поэтому мне ее действительно немножечко жалко. Пойдемте посмотрим на наших плюшек, которые там занимаются. Вот он, Аллен, готовится просто. Идеальный папочка. Помогает своей дорогой, любимой. Мне кажется, Хлоя просто прикайфовала. Она даже никаких звуков не издает. Просто такая, да-да, массаж. Приятный массаж. Но сейчас массаж закончится. И мы будем именно делать физкультуру. Так что не отлыниваем. Всех это ждет. Давай физкультура. А мужчина наш может пока пойти выпить какой-нибудь милкшейк. Или что это, я не знаю. Так, не расходимся. Мия тоже физкультура. Кто у нас тут еще остался? Хлоя. Другая Хлоя. Две Хлои пересеклись. Да, так бывает. Давай тоже физкультура. Мужчин мы, наверное, посадим. Либо что он пошел? Читать воспитание. Тоже неплохо, да. Вот. Мужчина пошел читать воспитание. А наш мужчина решил попить милкшейк. Хорошо, я считаю. Так, а ты что делаешь? Наблюдаешь за дискуссией. Да, то есть тебе тут что-то еще рассказывают про роды. Что ты держишь? Не видим его ребенка, видим. Тренируются. Мальчики пошли слушать про подгузники. Здесь вот все рассказывают. На самом деле, Аллен, тебе бы тоже не помешало послушать. Ну-ка, пойдем. Девочки занимаются. Мы сейчас потихоньку перейдем уже к медитации. То есть это такой более уже расслабляющий курс для девочек. Самые сложные физические упражнения они сейчас выполняют. Главное, чтобы никто сейчас не родил. У меня здесь, девочки, давайте-ка осторожней. Не рожаем, не рожаем. Ждем нужного срока. Итак, наш руководитель группы сейчас предложит всем девочкам перейти в эту зону для медитации. Давайте посмотрим, как это у нас будет работать. Что они все в руках держат? Что-то невидимое. Я не понимаю, что происходит. Так, присаживаемся. Начинаем медитацию. Хлоя, ты идешь? Вот эта Хлоя мне нужна. Иди сюда. Медитируй, пожалуйста. Так, мальчики, а вы, пожалуйста, не отвлекайте. Ну все. Теперь главное, чтобы никто из них никуда не улетел. У меня есть какие-то проблемы. У меня есть что-то не хочет больше медитировать. Почему? Ну сядь, помедитируй, подыши, тебе это нужно. Я пока за Хлоей понаблюдаю. Она мне больше всех интересна. Эта малышка выполняет все задания, все, что ей говорят, все делает. Ну просто умничка. Элиза тоже молодец. Мужчины сели изучать отцовство. Смотрите, просто тишина. Воспитанием занимаются. Я считаю, это тоже полезный опыт. Им нужно знать, что испытывают их женщины в это время. Так что давайте, мальчики. Дышим. Упражняемся. А сейчас, я думаю, на проекторе ребятам включили какую-то кулинарную передачу, где рассказывают про прикорм, про вообще детское питание, которое нужно в первые дни. Точнее, в первые дни понятно, что нужно, но вообще в целом рассказывают про все это. И мне нравится, как круто, активно ребята все это обсуждают, дискутируют между собой. Точнее как, некоторые обсуждают. А Элиза сидит и грустит одна денешенькой. Я не могу, как мне жалко эту булочку. Я предлагаю, знаете, что сделать Хлое? Пойти взять лимонада. Раздают бесплатно. Надо идти и брать. Пошли. Потому что упыхались после всех этих упражнений, которые нам тут говорили. И вообще уже в туалет хочет и кушать хочет. Ой, какой ужас. Ну давай тогда возьмем с тобой еще порцию и девочкам другим тоже предложим. Ну потому что, я не знаю, это так, как по мне, правильно, знаете. Грустная, она реально грустная. Объявление о беременности. Ааа, партнер Элизы очень плохо отреагировал на новости о беременности. Ааа, так Боб против ребенка. Ты поэтому такая грустная и ты тут одна. Моя ты зайка. Мне тебя жалко. Элиза, не расстраивайся. Хочешь, я с ним поговорю? Хочешь, я ему в штык дам? Чтоб наверняка передумал. Блин, это жестко. Я это запомню и, возможно, я отселю их потом в дальнейшем. Разведу. Что она хочет? Зачать ребенка вместе с Бобом. Так он против у тебя. Ты и так уже его сделал. Ребенка ты этого. Так, я вот эту девочку обделила. Она еще не поела. Иди, бери кексик. И можешь тоже лимонадом угоститься. И будем потихоньку заканчивать, потому что время уже 10 вечера. Нифига себе, блин. Нам надо уже добираться до дома, ложиться спать и отыгрывать завтрашний день. Ребята добрались домой без задних ног. Усталые, довольные. Немножечко перекусили. И я отправила их спать. Поэтому встретимся уже на следующий день. А у нас тут снег пошел. Так, ну что, время уже полседьмого. И я думаю, буду будить Хлою, потому что она хочет в туалет. Сейчас она сходит, как обычно, почистит зубы и быстренько перекусит тем, что у нас осталось в холодильнике. А именно вот эти бутерброды, которые вчера готовил Аллан. Кстати, смотрите, за ночь навалило снега. Не так много, конечно. Припорошил чуть-чуть, но уже хоть что-то похожее на зим. Ну, как я и сказала, в Эвергрин он то есть, то его нет. Поэтому как бы так. Но самое интересное, что зима подходит к концу, а снег такой. Привет, я решил, что все-таки мне здесь место. Вот это я понимаю, сходила женщина в туалет. Ну, вставай, Аллан, давай. Давай, отправлю тебя чинить и сходить в туалет. А там уже Хлоя приберется. Все, она уже думает о малыше. Все мысли только об этом. Ну, давай. А что у нас тут за гусар? А что это за усики такие прекрасные? Ну-ка, давай сбреем их нафиг до нужной длины. Давай, сходишь в туалет и выберем тебе действие побрить до необходимой длины. И что-то он хочет с Диланом поболтать. Ааа, угу. Да-да-да, я знаю, я знаю. После завтрака Хлоя почувствовала легкое недомогание. Решила прилечь. И я думаю, что сейчас, когда Аллан это увидит, он к ней подойдет и на некой такой легкой панике отправит ее все-таки в больницу к доктору. Потому что, ну, как бы на всякий случай нужно узнать, а вдруг это схватки начинаются. А вдруг уже скоро рожать. То есть, знаете, Аллан такой больше кипишует по поводу этого, нежели сама Хлоя. Мне кажется, так всегда, в принципе, происходит. Близкие люди, они переживают еще сильнее, чем сама будущая мамочка. А тут у нас еще, смотрите, сверкает во всю. Это ужас какой-то. Ладно, пускай он побреется, подойдет к Хлое. У него здесь какое-то желание. А, страстно поцеловать. Ну вот давай мы ее разбудим, поцелуем. И Хлоя как раз-таки пожалуется на свое недомогание. Просыпайся, красотка, скажи. Дайте я вас поцелую. Ты тоже в кокетливом таком настроении. Поэтому давай выберем сразу же. Обнять животик? Давай скажи, что у тебя случилось? Одно и то же. Должен ли Алл Никсон найти новую работу? Нет, зачем тебе работа? Подожди. Во, давай пообнимаем животик. И скажи ей о том, что, точнее ты ему скажи, что ты себя немного плохо чувствуешь. Думаю, Аллан ее сейчас отправит в больницу. К сожалению, сам он сейчас поехать не может, потому что у него еще несколько созвонов и встреч по работе. Поэтому он пока останется дома. Он отправит ее на такси. И вот тут еще ремонтом надо будет заняться. Давай. Итак, мы с Хлоей примчались в больницу, в которой мы будем рожать. У нас тут уже подписан контракт о родах. Поэтому давай узнаем у кого-нибудь из докторов. Пойдем сюда и пойдем какой-то тест. Ну, давай попробуем пройти тест. Посмотрим, что нам вообще скажут по поводу нашей беременности, как мы себя чувствуем и что вообще происходит. Почему есть некие такие симптомы, как будто бы хочется уже родить. Ну-ка, подскажи нам, пожалуйста, доктору. Думаю, врач сейчас скажет, что у нее потихоньку уже начинаются схватки. И, в принципе, она готова к родам. Ну, точнее, как, готова к тому, что мы будем ждать с вами расширения. Поэтому предложит ей остаться на сохранении. Скажет, что, в принципе, вы можете, конечно, ехать домой, а можете уже потихонечку ложиться на сохранение, потому что скоро начнем рожать. И я думаю, что Хлоя, конечно же, выберет вариант остаться в больнице. Я думаю, сейчас Хлоя наберет Аллану и сообщит о том, что сказал доктор. Скажет, что она, наверное, останется в больнице. Сумка для роддома у меня, в принципе, уже на готове. Докинешь там пару вещей каких-нибудь дополнительных и можешь потихоньку приезжать. Будем готовиться к родам. Ну, а Аллан, в свою очередь, закончил ремонтировать колонку и сел завтракать, как позвонила Хлоя. И сообщила о том, что ей уже велели остаться в больнице. Поэтому сейчас он договорит, докушает. На такой легкой панике, я думаю, что мы начнем собирать наши вещи в роддом. Здесь есть чемоданчик. И будем считать, что это и есть та самая сумка в роддом, которую собирает каждая роженица. Но нам необходимо позвонить сейчас Дилану. Давай, заканчивай разговаривать. Я думаю, там не о чем так долго говорить. Я думаю, ты все понял. И мы наберем с тобой Дилану. Доедай, звони и все. Начинай. Всем постам, короче, как договаривались. И, кстати, да, не забудь, пожалуйста, своей маме сообщить. Дилан-то всем остальным семей Сухан скажет, так скажем. Так скажем, скажет. Вот. А, собственно, маме мы отправим сообщение. И скажем, что да, она тоже пускай уже подъезжает. Мы едем рожать. Сцена, как говорится, ваша. Делайте тут, что хотите в нашем доме. Ждите нас. Ну и, собственно, последние приготовления и сборы окончены. Бери свой чемодан и давай потихонечку выдвигаться в больницу. Спускайся вниз и ждем, пока придут гости. Ну а наши уважаемые гости уже пожаловали домой. И я думаю, что сейчас как раз-таки самое время познакомиться с родителями Алана. У него есть мама Филлис. И, как бы, наши родители еще не знакомы. Поэтому давай жизнерадостно представиться Дилан. А также Бриана вежливо представиться. Давайте пообщаемся. Крис тоже сейчас с ней пообщается чуть-чуть. Давай дружески ее приветствую. Аманде, если честно, я думаю, пофиг. Она не будет особо там пытаться познакомиться, что-то заболтаться. Но у нас на самом деле очень большой пласт работы здесь. Поэтому сейчас потихонечку буду рассказывать все, что ребята будут делать. Потихонечку здесь уже начались украшения. И, собственно, сейчас Аманда начнет потихоньку с Крисом заниматься украшением. Вот они уже принесли такую надутую композицию шариков. И вот такую. Сейчас будем развешивать какие-то шарики. Мамы, разумеется, сейчас заболтаются, начнут свои какие-то подготовочные моменты. А именно, знаете, там перегладить, перестирать все вещи, прибраться, приготовить, кушать. То есть, прям вот это вот все, что необходимо делать. Первая какая-то помощь. Сейчас все это мы начнем с вами делать. Итак, давайте потихонечку начинать наводить тут свои порядки. Во-первых, ребята решили скинуться и подарить ребятам сушильную машину. Потому что у них вот такая вот сушилка. А так ждать достаточно долго. А ребенок это распашонки, пеленки и все прочее. И поэтому без сушильной машины будет очень сложно. И я думаю, мы сейчас попросим Дилана это все дело установить. Вот здесь, прекрасное место. Тут висит эта ужасная соба, которую как раз-таки Бри рисовала. Давай как-то это все дело пока поднимем даже. Блин, я не знаю, как убрать, чтобы не мешало. И попросим, значит, Диланам все это установить. А Бриана пойдет на кухню. Вряд ли она сейчас, конечно, пройдет из-за стиралки. Ну, давайте попробуем. Точнее, из-за сушилки. Ну, попробуешь пройти. А, получается, отлично. Давай зайдем сюда. Посмотрим в холодильник. Как бы, да, не только гостей надо кормить. Но что сами ребята будут кушать первые дни. И здесь ничего нет, только чай с печеньками, одна порция. То есть, какая-то одна замызганная печенюха валяется, знаете. Вообще кушать нечего. Ну, давай мы потихоньку с Бриана начнем готовить. Собственно, да. А Филлис начнет, наверное, убираться. Возьми пылесос и начинай так опустошить его. Ага, хорошо. Для начала, я думаю, Бриана приготовит большую кастрюлю борща. Потому что это прям, ну, классик. Это по-любому бабуль должна приготовить для своих внуков и детей. Что у нас тут, Филлис? Не получилось опустошить пылесос? Почему-то, кстати, очень это странное дело. Ладно, хорошо. Может быть, у Дилана есть свой пылесос? Да, у него есть свой пылесос. Это прекрасно. Поэтому давай попробуем. А, мы не можем вообще почему-то пылесосить в чужом доме, да? Ну и пожалуйста. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Так, что у нас тут делает Аманда? Да, Аманда села делать домашнее задание в комнате. И, кстати, стол надо будет тоже переносить вот сюда, я считаю. Потому что надо будет полностью обустроить нам детскую. Тут ребята привезли еще кучу мебели для детей. Поэтому сейчас будем этим заниматься. Филлис пошла... Ааа, какая умница, она пошла убирать туалет. Я и забыла, что у нас туалет испачкался, и Алан его не убрал. И сейчас я думаю, хорошо, Крис, давай тогда ты занимайся стиркой, положи в стиральную машину. Давайте представим, что он не грязное белье, ребят, стирает. А там бабушка попросила, ну мама точнее, попросила перебрать какие-то детские вещи, распашонки, пеленки. Но все то, что они как раз-таки привезли новое сюда. Бриана справилась и приготовила борщ. Давай поставим его на место и попробуем приготовить еще что-нибудь. Крис, запускай стирку. А Дилан у нас сидит, кстати, без дела. Давай, ты уже передвинул сюда сушилку с Крисом, и теперь твоя задача ее установить. Давай будем голубаться тут. Ой, а Филлис может выйти? Филлис, выйди, пожалуйста, быстрее, пока есть возможность. Скорее, скорее. Спасибо, спасибо. Все, пускай Дилан устанавливает, как раз стирка закончится, и мы протестируем нашу сушилку. Филлис, давай, наверное, заходи в эту комнату, и потихоньку вот этот хлам мы будем разбирать, убирать что-то вот сюда наверх, гардеробную, то есть, да, копошиться здесь. Давай, посмотри, сколько тут всего делать надо. Ага, а ты как хотела. Так, Бриана, и выбираем тебе новое блюдо. Давай, наверное, рататуй, потому что он овощной. Я думаю, это, в принципе, и вкусно, и полезно, и большая порция, всем хватит. Да, я тебе сейчас помогу. Подожди, не маши. Я понимаю, что вначале тебе это делать сложно. Крис, иди, наверное, сюда. Аманда, продолжайте украшать все, как я сказала. О, господи, Аманда за гар сошел. У тебя такая морда здесь страшная, какой инопланетян, это ужас. Э, Дилан, а как бы, ну... Ну ладно, ты, наверное, голоден. У нас уже вечереет. Ребята закончили всю подготовку. Сейчас Филлис догладит все пеленки-распашонки, которые выглядят как мужские футболки, но это не важно. И, собственно, я вам покажу результат, и мы отправимся, наконец-то, рожать с Хлоей, потому что пора бы уже, я думаю. Ребята тут на славу потрудились. Дилан вообще красавчик. Он вообще помощник еще тот. Он съел несколько порций борща. По всей видимости, жена такой вкусный борщ приготовила, как никогда. И Дилан просто не мог удержаться. Давай только, пожалуй, за собой помой тарелку, чтобы не оставлять. И все. Так, Филлис перегладила белье. И, собственно, давайте покажем, что у нас получилось. Аманда здесь немножечко, так знаете, разошлась. Но она свечная дитя, и она любит всякие такие блестючки, шарики и прочее. Поэтому смотрите, какая у нас получилась композиция. И я, кстати, вижу косяк Аманда или Люба, не знаю, кто-то из них накосячил. В общем, вот такая вот зона встречи, где будет лежать наш малыш, да, где мы его будем ждать. Собственно, здесь тоже остались шарики. Ребята подготовили уже все подарки. Какие-то даже прислали, может, друзья, родственники другие. Заказали вот такие цветы, которые достаточно долго стоят и будут ждать свою хозяйку. Пришлось сделать небольшую перестановку, но это все было по согласованию с Алланом. То есть, да, как бы теперь кабинет придется перенести сюда, потому что Хлоя еще учится. Ей будет достаточно тяжело в детской это делать, потому что здесь еще стоит кроватка вот такая прекрасная. Кстати, а давайте мы нашего мастера на все руки попросим добавить вот такой вот мобиль с космосом, потому что у нас пацаненок расти будет. Вот, пускай нам сделают мобиль, чтобы прям вот наверняка последняя, знаете, такая ягодка на торте у нас была. Вот так выглядит детская комната для нашего малыша. Здесь просто расставили все по порядку, поставили вот эти детские полки, которые ребята закупили. Они тут в разобранном виде все это дело лежало. Вот такая вот комната получилась и небольшая, как я сказала, перестановка. Все это дело украшено. Вообще-то прияна у нас наготовила сразу. Смотрите, у ребят теперь есть и рататуй, как я сказала, и борщ, пожалуйста, и блинчики, чтобы на завтрак было несколько раз что покушать. В общем, молодцы, порядок навели, все отлично. Закинули еще одну партию стирки, ну там, наверное, всякое постельное белье, вот эти вот лежаночки, на которых ребенок будет спать, я не знаю, как это называется. Нет, опыта пока нет. Ну, а мы с вами давайте посмотрим, как дела у наших будущих родителей. Да, по мудлетам, конечно, как обычно, все супер плохо. Боли при схватках, время пребывания в больнице, ранние роды, беременность, роды. Да, пора-пора. Алан сидит тоже грустный, весь на стрессе, потому что у него замусоренная обстановка и морозно. Я, кстати, думаю, что по этому поводу можно поговорить с докторами, просто кому-нибудь или с администратором, подойти и сказать, алло, у вас тут вообще-то холодно, у меня жена рожает на улице, зима, как бы, да. Ну, хотя последний день зимы. Кстати, блин, у нас уже воды вообще-то отошли. Хлоюшка, котик, давай, давай, вспоминай все, чему тебя учили на курсах. Давай, ты сможешь, мы в тебя верим. Нам необходимо спросить про раскрытие, но я вам сразу же спойлерну, оно у нас еще очень маленькое. Времени здесь придется провести очень много, поэтому я в основном это все буду делать за кадром, там как-то гулять, вот эти пешие прогулки, делать какие-то физические упражнения, дыхательные практики, массажи с партнером, раскачивание и так далее. Я думаю, это все видели, это не очень интересно, поэтому как только нам скажут, что плюс-минус мы готовы к родам, я обязательно вам покажу. И мы сейчас обязательно попросим эпидуальную анестезию, чтобы не было так больно, и мы были готовы к тому, что нас ждет. Просто посмотрите, как он бежит, чтобы сделать отопление теплей. Ну правда, потому что очень холодно, что-то в больнице, и жена может замерзнуть. Я, кстати, предлагаю, знаете, что пока сделать, потому что Хлоя там занимается. Я предлагаю нам вообще вызвать какого-нибудь продавца здесь в столовую, чтобы мы могли покушать. Также Хлоя могла покушать, потому что она по-любому проголодается. Нужное раскрытие ждать очень долго, поэтому мы здесь действительно проведем очень много времени, и нам необходимо будет покушать, я даже думаю, не один раз. Господи, что-то не так, ей еще неправильно поставили эпидуралку. А что ж у вас там так грязно? А, лужа твоя? Да ну ладно тебе, успокойся. Иди попроси о массаже спины мужа, давай он тебе сделает массаж, а потом протрет пол, так и быть. Пока Хлоя бродит по больнице, здесь пришел сотрудник, и я думаю, что нам нужно покушать, потому что питание у нее уже падает. Вероятнее всего сейчас она покушает и немножко отдохнет, потому что все занимается, да занимается всем подряд. Давайте позовем сюда Алана, пускай подходит. И, собственно, Хлоя сейчас, когда прогулку закончит, тоже подойдет. Они возьмут покушать, посидят и, наверное, уже пойдут ко сну, потому что время 2 часа ночи, пускай немножко ребенок мой отдохнет. Блин, я, если честно, конечно, понимаю, какой это катастрофический труд рожать. Вообще, ну, в жизни я имею в виду, если даже в Sims ты так сильно сопереживаешь своему персонажу, и вот это все, я не знаю, это так сложно. Мне так ее жалко, она даже поесть нормально не может, просто кряхтит, ей все больно. Давайте побыстрее доедать и отправлять ее в баньки. Просто посмотрите, пока эта крошка здесь отсыпается. Какой хорошая, не могу. Усну. Ждет ее. Я куда-то жмал, и здесь проходит вот эта процедура. Я не знаю, что это такое. Батюшки мои. Мужчина, что вы делаете? У меня просто эпидуралка плохо взялась. Я нажала на какое-то другое лекарство. Я не знаю, что это... Так, ладно, давайте я дождусь конца всего этого и вызову тогда посмотреть раскрытие. Так, ну давайте, скажите нам уже, пожалуйста, сколько раскрытия. О, вы полностью расширены. А, супер, отлично, отлично. Ну, вообще, это ассистент, а вот это вот доктор. Он еще и главврач, он у всех хантов рода принимает. Я его просто обожаю. Поэтому ура-ура, я думаю, что мы идем рожать. Можно, пожалуйста? Это Джун Ким. Пожалуйста. Так, родить. Здравствуйте, да, самое время познакомиться. День всех влюбленных сегодня. Боже, как потрясающе. Ты представляешь, какой праздник родится твой сынок? Кстати, да, уже как бы суббота. Вот так вот все это дело выглядит. У нас уже утро. И мы ждали всю ночь роды. А, Аллан, не сиди, Аллан, скорее, бегом ржать. Ура-ура, Хлоя родила. И тут я выключила пресет, потому что в очень интересном месте у нас высветилось окошко. И пришлось выбрать тени. Поэтому вместе с вами я хочу, чтобы вы поприветствовали нового члена династии Хант. Его полным именем будет являться Леонард. Но я нигде вообще абсолютно не буду его использовать. Поэтому я даю ему сокращенное имя сразу же Лео. Так, ну что, ребята приехали домой. Вот и началась та самая выписка, как вы можете увидеть в окне. Там уже гости вовсю веселятся. И, к сожалению, да, пока у нас младенец, мы не можем его таскать на руках. Как-то красиво занести домой и все такое. Поэтому будем импровизировать и считать, что Филлис занесла домой ребенка. Потому что, кстати, она временно живет с нами на диване. Она просто приехала издалека. И давай, наверное, заходить потихоньку. Аллен и Хлоя, заходите домой. Вас тут уже ожидают гости. Они рады вас видеть. Так, а ну-ка, отлепитесь друг от друга. Так. Такая вот реакция. Просто смотрю на что здесь происходит. Я просто хотела пойти в душ и лечь спать. Но нет, но нет. Наши гости нас уже вовсю ожидают. Пожалуйста, посмотрите. Наш малыш Лео лежит довольная. Путочка такая. Ну просто. Лежит, отдыхает. Уже все. Уже все. Бриан эту танцует. Дилан шампанское взял. Ну посмотрите, какая красота. Ну все. Я думаю, потихонечку будем поздравляться. Наверное, давай маму обнимем в первую очередь. Да, я думаю, она захочет поздравить. Так, это у нас в дружелюбных любовь. И давайте обнимем маму. Аллен обнимет свою маму. Ну она также его поздравит с тем, что он наконец-то стал батей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что у нас там происходит? А уже что-то происходит. Так, Хлоя, подожди. Подожди. Скорей, скорее. Плачущий малыш. Да, держи ребенка. Давай скорее, что-то ему нужно. Давай попробуем его покормить. Так, блин. Грудью. Но, к сожалению, тут полный дом гостей. Я думаю, она как-то это незаметно сделает. Или предположим. Ну да, она вон отвернулась. Либо предположим, что она вышла в соседнюю комнату. Как-то вот так, в общем, у нас гости собрались. И здесь есть что покушать. Поэтому я предлагаю всем сейчас взять шампанского. Давай, наверное, от лица Аллана это сделаем. И вот так, взять напиток вместе. Кто у нас еще не пил? Давай, Филлис. Бриана. А Дилан пил. Давай, Крис. И Аманду не будем спаивать. И Эрика. Давай. Угощайтесь. Берите напитки. Угощайтесь закусками, пожалуйста. Здесь тоже у нас великолепного качества. Между прочим, Филлис готовила. Да, пока ждала детей. Давайте, давайте, потихонечку начинайте кушать. Так, Дилан что-то пошел руки мыть. Понятно. Ну и, собственно, как-то так. Такая домашняя вечеринка. Все встретились. Я думаю, что... Так, ну, Хлое нельзя шампанское. Давай она покушает хотя бы. И я хочу, чтобы самое главное, с малышом познакомились родители. Ну, то есть бабушки и дедушки. А, как бы, вот, давай попробуем его... А, ну, они сейчас все пить будут. Дилан у нас свободен. Давай, скорее. Поцелуй. Что? Супер эффективный уход за навражден. Не знаю, что это такое. Давай его побаюкаем. Ну-ка, скорее, возьми. Что ж у тебя твой внук родился? Ну, правда, это уже не первый внук. У него есть, как бы, Аманда. Но все равно. Как бы, Хлоюшка родила. Это тоже прекрасные новости. Это прекрасно. Посмотрите на него. Ой, какой он маленький. Аккуратно, блин, Дилан. Ты вот так тягаешь аккуратно. Он у тебя весь там бултыхается в твоих руках. Ты поосторожней. Ого, осталось 24 часа на оплату. Ну-ка, Алан, скорее. Извините, извините. Что бы вы думали, у них играет? Металл. Конечно, я думаю, самое то для праздника вообще, для встречи малыша. Почему бы, собственно, и нет. Дилан, отлипай от ребенка скорее. Я хочу, чтобы Бриана тоже с ним посюсюкала. Сиди, поваркуй с маленьким. Ага, понятно, занято. Я поняла. Дилан, иди, бери еще шампанское. Давай. О, посмотрите. Аманда, короче, там какие-то фейерверки, какие-то хлопушки взрывает. Уже поцелуй в лоб Лео. Так, и иди, покачай его тоже чуть-чуть. Ну, давайте Филлис уже ждать не будем, потому что Филлис, как я сказала, сейчас временно будет жить у ребят. Ну, буквально пару дней, там, знаете, первых. А потом уже уедет. Поэтому у нее еще будет время пообщаться с внуком. Кстати, единственным внуком по сравнению с Бри и Диланом. Но Бри и Дилан отъезжать будут. Отъезжать? Куда они будут езжать? Ну, в смысле, они уедут в Хэнфорд. Поэтому дадим им шанс посюсюкаться с ребенком. И я думаю, Крис, конечно же, так же подойдет. А что у вас тут? Ой-ой-ой. А что они тут с целькой? Сюсюкаются, ты посмотри на них. Так, ну, в принципе, все. Вот такая вот вечеринка, встреча, выписка. Все подарки у нас здесь лежат. Будем потихоньку открывать. Я думаю, надо, знаете, что сделать? Чтобы Хлоя зашла в эту комнату и вообще посмотрела, что родственники нам приготовили. Ой, сколько радости здесь. Ё-моё, день влюбленных же сегодня точно. Надо как-то это все будет дело отыгрывать. Завтра первый день весны. Отлично, замечательно. Хлоя, осмотрись. Прикинь, здесь будет жить твой сыночек Лео. Смотри, как красиво ребята все сделали для тебя. Ну, прекрасно, я думаю. Все, ладно. Иди к гостям. Ну, а я их буду оставлять, ребят. Самое главное, что я хотела, я вам показала. И, наверное, действительно буду уже заканчивать этот ролик, потому что мне кажется, что он уже, не знаю, очень длинным вышел. Так что все. Я, в принципе, благодарю вас всех за просмотр. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Не забывайте ставить свои лайки, писать комментарии. Мне будет это очень-очень приятно. Еще раз всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И пока-пока. Да, я мать, и я умею танцевать. Да, 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 я мать, и я умею танцевать. Туда их всех. Давай. И... Иеее. Хм. 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 Продолжение следует...